Только взошло солнце, более полусотни участников тренировки собираются на обозначенной локации. Штурмовая группа заряжает патроны в пейнтбольные винтовки. Операторы «Мавиков» готовят скиды, а пилоты «ФПВ» — замены боеприпасов, наполненные известью. Это для имитации выбуха, для того, чтобы можно было зафиксовать из «Мавика». Например, когда падает из скида, чтобы был определенный эффект, чтобы мы понимали, что отбылся урожай. Участники разбиваются на две команды. Каждая занимает известные лишь ей локации. Под маскировочной сеткой подразделения аэроразведки оборудовали позицию. Установили старлинки и антенны для усиления сигналов дронов. Настроили технику для онлайн-трансляции. «Мавики вилетают, и они стремлят нам свою картинку. Те, что «Мавик» бачит, мы по специальным системам, по бутовым языком, мы получаем эту картинку вот сейчас сюда. Відповідно, бачу эту картинку, мы орієнтуемся в ситуации, и, соответственно, до этой ситуации мы дуем. Это возможность дотрикнуться хоть немного и до того, что происходит на передовом, и как это использовать». Игорь – аэроразведчик. Демобилизовался полгода назад. При этом навыки управления «Мавиком» не забыл. Его беспилотник легко вылетает с посадки и мониторит поле боя. Задание пехоты – вычислить позиции другой группы и ее обезвредить. FPV команды противника или разведдрон нейтрализуют антидроновой винтовкой. Такая же работа на другом участке импровизированного поля битвы. Аэроразведчики внимательно исследуют каждый квадратный метр территории противника и следят за тем, чтобы штурмовики оттуда не приблизились к их позициям. И вот за несколько десятков метров определили замаскированного бойца. В реальном бою потерянный или использованный дрон – это расходник. На тренировках их ищут по сигналу GPS, ремонтируют и снова запускают в работу, рассказывает Александр. Он учитель в школе, преподает защиту Украины. Прошел курсы управления беспилотниками и теперь практикуется в условиях, максимально приближенных к боевым. А вот таким FPV-дронам операторы поражают багги команды противника. Другой дрон охотится за пехотинцем, который покидает подбитую технику. За ходом учений следят в штабе, куда транслируется видео со всех беспилотников. Координирует две команды руководитель учебного центра по управлению БПЛА Павел Цапюк. Это первые, но не последние тренировочные игры для новобранцев. Организаторы уже планируют вторые соревнования War Games на ближайшие недели, пока группы участников могут эффективно маскироваться. Денис Филюк из Волынской области для телеканала Freedom.